Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Напротив меня член Общественной палаты Кировской области Николай Пихтин. Его «Особое мнение» мы сегодня услышим. Николай Анатольевич, добрый день. Добрый день. Не могу не напомнить о том, что на сайте хакирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, там есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать интересующий вас вопрос гостю «Особого мнения». Ну и кроме того, еще раз напоминаю, все наши программы «Дневной разворот в Кирове» и «Кировское особое мнение», они позже появляются на сайте хакирова.ру, где вы можете их тоже посмотреть и послушать, и, естественно, прокомментировать. Ну что, у нас сегодня повестка дня достаточно обширная. Хочу начать с вопроса традиционного. Вам, как любителю, фиксировать на фото то, чем живет город, виды города и так далее. Последний раз мы с вами встречались в этой службе больше месяца назад. Что изменилось, на ваш взгляд, за этот месяц в городском облике? Тепло пришло, снег растаял. Ну, в общем, все мы не можем не заметить. Просто в последнее время из уст главы Кировской администрации Александра Викторовича Перескокова дважды прозвучало слово, ну уж простите, что я употребляю, но раз уж употребил его глава администрации, слово известное уже «срач». Так он прокомментировал ситуацию в Новоавятском и в Первомайском районах. Ну, она во всем Кирове такая. Я согласен с его оценкой. По-моему, таких слов никто не употреблял раньше из городских городских городов. Да, так резко никто не говорил, но, наверное, это объективно и правильно, потому что я, например, могу сказать уже сравнение такое небольшое есть. Буквально полтора недели назад я в Ижевск ездил, только вышли, ну, чистый год. Ну, видно, что все прибрано, нет грязи. Везде побывали, потому что есть и мнение, что хорошо в центре, на окраинах тоже. Шесть часов, и мы ходили по городу, у нас было время свободное. И вот шесть часов мы были не только в центре далеко, были и на окраинах, специально заходили во дворы, смотрели и так далее. Ну, чисто видно прибрано. Интересовались местопытожители? Какими силами это им дается? Таксист нам так сказал, с его слов я могу повторить, там в городе вообще нет снега, и я удивился, я его спросил, слушай, а что снег? Он говорит, у нас новый мэр, говорит, и он заставил убирать, и всю зиму, говорит, вывозили, аж со дворов, где вывозили снег. То есть очень тщательно. И сейчас встает перед глазами печальная картина, которая была у нас этой зимой. Да, да. Все-таки могут ведь наши, значит, городские власти-то работать? Ну, конечно, если захотят, конечно, могут. Но здесь как бы даже не обсуждаются. Что вас больше в облике города сейчас пугает и наоборот нравится именно на сегодняшний момент? Не, ну, то, что пугает, я уже не раз говорил, это вот эта грязь. Я тут как бы еще раз, может, повторюсь, что именно не мусор, а грязь. Это у бордюров, на тротуарах, вот эта слизь постоянно и так далее. Все это, вот буквально вчера прошла информация о том, что, в частности, в Питере, местные власти решились все же газоны переделать. То есть они будут снимать верхние слои, если это дергать, значит, нижние слои снимать, убирать, чтобы меньше запылинность города была, загрязненность города была. То есть облагоустраивать газоны будут. У нас, наверное, пора пришла это же самое. То есть чтобы вот эта вся земельная масса, она чтобы не переваливалась за бордюры? А так она по госту не должна, бордюры должны быть выше, да. И на самом деле, вот если приглядеться у нас газоны, которые есть, то они очень мало, которые покрыты травой. Большинство это грязь просто, которую либо дворники, либо кто-то сметают тротуар с дороги, прямо на газон кидают, как обычно. И газоны в результате растут, растут. Потом в дожди, когда грязь смывает, обратно на дороге. И вот такой проговорот, грязь и происходит. Но автомобилисты тут еще вносят свою электронную, заезжая на эти территории. Ну, это уже отдельная песня, да. Действительно, я сам наблюдал историю, когда люди, фирма какая-то, вышли, значит, газончик у себя оборудовать, оборудовали. Все, через два дня смотрю, в это место приехала машина, на столбе сменить лампочку, прямо на этот газон заехала, колесами все вспахало и уехали. — Но работу сделали, совет. — Но работу сделали, да. — Когда мы с вами в декабре встречались, да, и тоже в том числе говорили о новом главе администрации Александре Перескоковой, мы ему давали такое напутствие, что совет побольше быть в полях, а не сидеть в кабинете. Вот по прошествии нескольких месяцев какую вы можете сейчас оценку дать? — Заметно движение того, чего он выезжает. Вот то, что вы сказали сначала, вот он ездил здесь и в Новоурядске, ездил еще где-то по предприятиям, по фирмам ездит, смотрит. Это уже положительный момент. — С дорогами, кстати, у нас в этом году все будет складываться не лучшим образом. — А когда складываются администрации, денег будет только на ямочный ремонт. Порядка 120 миллионов. Как известно, у нас в прошлом году частично были капитально отремонтированы. — Я понимаете, ямочный ремонт урожен. Если как у нас делают, то это каждый год так будет и так далее. А если, допустим, может, вы видели, показывали ролик, как Германия делает ямочный ремонт этого неба и земля. — Ну, можно только завидовать, конечно. — Да, поэтому... Ну, у нас такая, ну, я бы назвал, кустарщина, что ли, идет. Пришли, что-то подлатали, заделали. — Ну, у нас, естественно, грядет великая дата, 70-летие Победы. И невозможно заметить в связи с этим изменения в облике города. Всевозможно... Всюду символика размещена Дня Победы, да? Вот эти наклейки, баннеры, плакаты. Они на общественном транспорте, на автобусах, на троллейбусах, на входы, там, в правительственные административные учреждения, в обычные магазины и так далее. — Не только и фирмы украшаются. — Да, у фирмы. Вот не перебор, на Ваш взгляд? — Нет, наверное, не перебор. Все же люди чувствуют ответственность этого праздника и серьезность этого праздника. И поэтому даже сами фирмы, предприятия проявляют инститиву, свои дела украшают. Нормально, хорошо город украсят. И прибираться начали, если видели, то сейчас вроде уже ходят, что-то пытаются прибирать там. Но это все такое, как бы, несистемное. — Ну, мне надо признаться, несколько покоробил этот плакат, да, к празднику подготовленный, который разместился на здании пожарной части. Перекресток Октябрьского и Некрасова. Ну, здание само по себе не очень выглядит. Там все-таки облупившаяся штукатурка, и вот этот вот присобачен туда. — Не, ну вот я сейчас ехал, посмотрел фабрику, которая сгорела здесь, недалеко. И вот на ней, за забором, на этом обуглишь все здания, опрушены, на всем тоже плакаты сделаны. Это тоже как-то не есть хорошо. — Ну, люди комментируют это активно в интернете. Вот, да что вы там, занимаетесь какой-то косметикой. Все-таки, ну, все понимают при этом, да, что праздник-то великий, и без этого никуда. Но, с другой стороны, может как-то активизироваться. — Ну, а как? — Приводить. — Ну, а как? — Нет, у нас, видите, вот призывают ведь к субботникам часто. Но тут позиция-то очень интересная. Недавно кто-то из администрации города высказался, что ребят хорошего роли фотографировать, там письма писать. — Это Вячеслав Симаков, начальник управления благоустройства транспорта. — Да, вроде бы выходите, прибирайте, но извините, наверное, это не общественности задача прибирать город. Для этого есть спецслужбы, которые платят себе деньги. — Я здесь подчеркну, я уже, опять же, повторюсь о чём, что горожане должны помочь убирать, а не убирать. Это разные принципиальные вещи. То есть пусть городские службы все выйдут на уборку, включая всех дворников во всех дворах, и тогда горожане выйдут и с удовольствием помогут. — Но выходить или не выходить — это, опять-таки, личное дело. — Конечно, конечно. — И осуждать нельзя, если обычный гражданин не вышел. — Нет, конечно, не в никаком случае. — Ну, кстати, вот да, упомянули мы про главу управления благоустройства и транспорта. Это, видимо, связано с огромным количеством обращений, которые стали поступать в городскую администрацию. Дело в том, что я буквально на днях узнал, что у нас заработал сайт под названием красивыйкиров.рф, который предоставляет возможность сделать фотографию вот такого неприглядного места и отправить, направить в городскую администрацию. Это обращение на чиновники. — Ну, там делается так, то есть человек может написать сообщение какое-то, или приложить там фотографии, или видео даже приложить, и это автоматом уходит, письмо формируется, и автоматом уходит в городскую администрацию. — Ну, это нельзя сказать, что новинка вообще для страны, это давно существует. — Нет, это из Питера пошло, там это сделано, оно сейчас по всей России размножается, этот проект нормально идет. — Ну, получается, вот добавили чиновникам головной боли, то будет ли это иметь реальный эффект? — Нет, этого не головной боли им добавили, им указали на то, что они должны делать постоянно и регулярно, а не к праздникам. — Ну, кстати, у нас, не знаю, уже создан или будет создан как раз отдел по работе с обращениями граждан в городскую администрацию, видимо, он будет. — Нет, так он есть, просто он сейчас перегружен, получается, ну, что делать? — Вы лично пользовались уже этим сайтом? Есть желание? — Нет, я не пользовался. — Я посмотрел, достаточно простая структура. — Я немножко другой технологией воспользовал, как бы своей. У меня рядом с домом тротуар, разбитый вообще напрочь. Я в прошлом году сделал видео, сделал фотографии, направил письмо в город администрацию, и мне пришел ответ, что год вроде запланировали тротуары сделать. В случае опять я видео сделал, там не пролезть, там болото, наверное, самое настоящее. Вот посмотрим в этом году, что сделают. — А лично явиться в администрацию? Вы пытались еще раз напомнить? — А смысла? Как бы письмо было официальное, сейчас я жду в 2015 году, включить, не включить. Если не включить, тогда будет что-то. — Существующая вообще система обращения, точнее общения с чиновниками, она требует каких-то серьезных изменений? Вот эти обращения, там ждать ответ, ответа нет, писать еще. — Вы знаете, трудно сказать… — В каком направлении ее совершенствовать, если надо совершенствовать? — Нет, здесь только исполнительская дисциплина, если нет чиновников. И потом понимание того, что гражданин ему написал, активный гражданин написал, что к нему надо уважительно относиться, а не просто отписки делать. Вот это надо ломать, конечно, чтобы отписок не было. — Ломать именно представление об этом внутри, которое чиновник? — Конечно. — Да, 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 совершенно верно. — Вот я тут такой сижу и, собственно, все мне должны… — Ну, вот хорошо сказали, вот я тут такой сижу, а вот кто-то посмел мне чего-то написать. Ну, такого не должно быть. Вот эти стереотипы надо ломать давно. Все же они, чиновники, на нас, граждан, работают. — Еще по поводу изменений во внешнем облике нашего города. На днях стало известно, что еще три дома в нашем городе планируется украсить в дымковском стиле. Это дома по улице Комсомольской, 21, 23 и 25. Как известно, дом номер 19 на Комсомольске был у нас украшен под дымку в прошлом году. Кроме того, там надпись «Киров» была украшена в этом стиле, да, на въезде с Победиловского тракта. Кроме того, вход в парк иммунитированный с перекрестком Некрасова и Азина. Вот еще три дома. Если почитать комментарии, опять же, в интернете, ну, народ брыжет слюной, мягко говорят. Вот на эту бутафорию пять с половиной, там почти шесть миллионов рублей. К тому же из городского бюджета, почему это не делают частные инвесторы и так далее и тому подобное. Но и немало тех, кто, в общем-то, положитель на цену. — Нет, здесь, с моей точки зрения, надо понимать, во-первых, один дом из четырех, он, ну, очень вкусно смотрит. Очень некрасиво смотрится, как бы, вот, недоделка такая. Во-вторых, эти дома все равно нуждались в ремонте. Все равно их надо было били, красить, там, штукатурить и так далее. — Косметический ремонт? — Косметический ремонт, безусловно, надо было этим домам делать. Все же, как ни говорите, но это своеобразное лицо города. Потому что люди, приезжающие в город, они почти с самого начала их видят. И плюс на них, если появится дымка, то, ну, наверное, неплохо будет капать целый такой, уже законченный будет проект. Хотя там критика именно по рисункам дымки с моей стороны была. Я разговаривал и с теми, кто делает, но… — Напомню, что это клуб маркетологов в Киевской области, инициатор, собственно. — Ну, у них свое видение, значит, кто-то может свое видение. Если что навязывать, конечно, это не совсем правильно. Хотя мнения к нашему, они прислушиваются. — Ну, по поводу траты бюджетных денег, Вы с этим согласны? — Я говорю, из этих 6 миллионов рублей надо выяснить, сколько именно на покраску пойдет. Скорее всего, очень незначительная сумма. А остальные деньги пойдут просто на ремонт дома фасадов. Если бы эти же деньги потратили просто без дымки, на ремонт фасадов, то как бы никто и не заметил. — А еще, на Ваш взгляд, где бы можно было такой орнамент дымковский придать? — Хватит, не надо. — Каким там? — Хватит? — Не надо больше. Вот все. — Я считаю, да. — А если снова появится эта инициатива маркетологов дальше пойдет, давайте тут воскрасим дальше. — Ну, что сделать? Это их право. Они имеют право решать вопросы. Только единственное, что пусть решают эти вопросы не за счет бюджета. Вот и все. Фирмы, фирмы, граждан подключают еще где-то деньги. — А почему хватит обоснуться? — Ну, мне кажется, перебор может получиться и будет очень навязчиво, так и нехорошо. И дальше, ну вот мы с Вами знаем, что этот орнамент – это дымка. А гражданин, проезжающий на поезде или приезжающий в Киров, там, с Воркуты, Володы или еще откуда-то, он не представляет даже что-то такое. И для него это… — Точно так же, как и многие из нас не представляют, что такое кжель, например. — Да. — Обращаться к широким массам, что называется, проводить исследования общественные мнения, причем реально их проводить, чтобы… — Я считаю, что да, неплохо, если клуб маркетологов такую работу проведет, чтобы обратиться к гражданам. — Вот, к сожалению, не в курсе, спрашивали мнение у жителей этих домов, хотят ли они… — По-моему, не спрашивали. — В прошлом году, ну вот, да, не посмотрел, к сожалению, эту информацию, проводился ли опрос. — Здесь недавно, на днях прошла такая очень замечательная, показательная такая карикатурка прошла, две картиночки. Одна картинка, значит, людям сидят, аудитория, задают вопрос. Вы хотите, чтобы были изменения в вашей жизни? Сто процентов за. Второй вопрос. Вы хотите сами измениться? Ноль. — Ну… — Так что опрашивать жильцов дома, ну, наверное, такой же результат. — Такая ваша человеческая сущность, да, как сакопарно звучит. Лень, в общем. Лень меняться сами. Вот еще какая новость тоже появилась накануне. Комиссия по городскому хозяйству решила не выносить на голосование Кировской городской дома вопрос о смене статуса земли в парке у Дворца Пионеров. Сейчас статус этой зоны Р2 планировали поменять на зону РС. Последний предусматривает возможность строительства спортивных объектов. Причинами отклонения обращения стали постановления правительства Кировской области, которые запрещают изменения назначения рекреационных зон и увеличения их площади. А также тот факт, что мемориалы и парк являются единой архитектурной композицией. Напомню, что с инициативой строительства стадиона на территории, да, на этой выступал ТСК «Мотор». Вот что это? Победа? Победа защитников? Да, это своеобразная победа. Они все же сумели убедить и общественность, и чиновников, и депутатов, вернее, в том, что это не совсем правильно. С моей точки зрения, встретиться в стадионах как-то странно, потому что, я напомню, что у нас в городе 7 стадионов, и я разговариваю со спортсменами-щиновниками от спорта, они как бы подтвердили мое такое примерное определение, что они загружены, эти 7 стадионов, примерно на 5%. То есть у нас избыток стадионов, и они не работают. И поэтому строить еще один, ну, как-то так сомнительно. Дальше, если застройщик хочет стадион построить в рамках своего проекта, который у них идет, чуть ли не по всей России и так далее, то почему именно в этом месте, пожалуйста, можно в другом месте построить, взять готовый стадион, там какой-то полуразрушенный, его восстановить, сделать. То есть мест у нас предостаточно, кроме этого парка. Так что, как-то, с моей точки зрения, как-то здесь неправильно. Ну, вы-то, собственно, за или... Открытый стадион, я за. Открытый стадион, я за. Открытый, благоустроенный, хороший стадион. Для всех, для граждан. Вот, который сейчас есть, вот его просто реконструировать, поставить трибуны, дорожки сделать, там, и так далее, перевести в порядок, и чтобы он был доступен для всех граждан. А не так, как у нас. У нас большинство стадионов почему простают? Они то ли частные, то ли какие, и просто людей не пускают на них. Надо все. А желающих? Желающие есть. Желающие есть. Ну, кстати, глава города Владимир Беков, комментируя вот это дело по поводу несостоявшегося стадиона, на территории мемориала. Он сказал, что мы построили вот дынку, да, но люди жалуются, что туда далеко ездить. А это место вроде как в центре города, ну, практически в центре, да, автобусы ходят. И он-то лично не против. Не против, кстати, он. Насчет дынки жалобы, ну, это нормально. Кто-то жалуется, кто-то недоволен, кто-то доволен. Ну, нормально, не надо здесь заострять, мне кажется, внимание уже построено, сделано, работает все. Мне понравилось, в кавычках, высказывание мэра, которое один из сайтов опубликовал, я вот даже специально вязал себе выписку и процитирую. Он говорит про парку Творца Пионеров Мемориала. «Пока же здесь росшие пустыри, которые никто не желает прибирать». А это разве не обязаны города прибирать? И владельцам это летит. Ну, абсолютно с вами согласны. Вопрос содержания. То есть они не желают прибирать. И поддержания в наглядящем виде – это вопрос тех служб, которые отвечают за это. Конечно, конечно. Тут непонятно вообще, вот, кому он укор, опять же, гражданам, что граждане, в роли, придите, там, прибирайте, но как-то неправильно. И опять повторюсь, что граждане могут помочь, но не прибирать. Это разные вещи, это абсолютно. Еще, если я не ошибаюсь, Владимир Васильевич прокомментировал ситуацию с, ну, в том числе, одним из аргументов привел ситуацию со сквером, вот, да, на береговский профсоюзный Карломарск, который активно в прошлом году, или в позапрошлом уже, отстаивали и защищали, он сказал, ну, вот защитили, защитили, а там по-прежнему ведь пустырь и ничего там. А когда он сам себе вопрос задает. Не происходит. Это вопрос-то к нему. А лучше бы было бы… Мэр, почему у нас этот сквер до сих пор не обустроен? К нему вопрос-то, а не к нам. Мы-то причем. Не знаю. Хотя я знаю, что ребята-активисты ходили, там высаживали саженцы какие-то делали, там, общественники организовались, там не так много народу было, но тем не менее сделали. В общем, дело-то не в людях, а дело в мэри. В данном случае, да. В данном случае, да, конечно. Это безусловно, это обязанность просто городской администрации это делать. Напомню, что это особое мнение Николая Пифтина, членом общественной палаты Кировской области до перерыва. Вот бы я какой еще вопрос хотел задать. Ваше мнение по поводу нового документа, уже опубликованного, и, видимо, скоро начнется его воплощение в жизнь. Документ называется «Об утверждении положения советников губернатора Кировской области на общественных началах». Немножко поясню, о чем идет речь. Институт общественных советников у нас будет создан советником Николая Пифтина. При губернаторе. Да, при губернаторе. Советником может стать любой дееспособный гражданин Российской Федерации, пользующийся авторитетом в обществе, имеющий высшее и среднепрофессиональное образование, обладающим высоким уровнем профессиональных знаний в соответствующей сфере деятельности. Не могут на эту должность претендовать лица, занимающие государственные и муниципальные должности, ну, то есть чиновники, да, они действительно должны быть от общества, от народных масс. Их функционал. Они будут готовить для губернатора аналитические и информационные материалы, экспертные заключения, давать рекомендации в сфере управленческих решений, сообщать о возможных последствиях этих решений. А также они смогут доводить до сведения губернатора общественное мнение о деятельности власти в регионе и вносить предложения по вопросам в своей сфере деятельности. Конкретные условия ставятся не позднее 15 февраля. Общественные советники должны предоставлять отчет. Главе региона работать они будут пока действовать в руководномочии губернатора. Вот что это за институт-то такой? Вы знаете, мне так кажется, я не знаю, так скажем, подноготные все, но мне так кажется, что вот то, что общественные советы создаются при департаментах, ну, сейчас при министерствах, это из этой же серии, из этой же ветка идет. Это федеральная, собственно, линия? Ну да, это федеральная, да. Но это, я говорю про общественные советы при наших региональных органах власти. Эта же линия, то есть будет общественный совет при губернаторе. В принципе, если затраты бюджетных нет, то здесь, ну, ради бога, пусть делают. Я ничего не вижу здесь плохого. Одно, оно меня настораживает, когда общественные вменяют в обязанности что-то. Но мне кажется, здесь не идет речи об обязанностях. Они обязаны будут отчет предоставлять. Нет, а если они не сделают этого, то, собственно, пока не говорится ни о каких санкциях, ни о каком наказании. Мы надеемся, что там люди-то будут ответственны. Если им сказали, то они будут делать. То здесь вот как-то меня немножко это так настораживает. Ну, общественная палата, членом которой вы являетесь. Плюс общественная палата. Это ведь тоже тот орган, который полномочен собирать это самое общественное мнение, мониторить ситуацию и выходить с этим совсем к губернатору. Все верно. Общественный совет. Так же, как и любой совет при любом министерстве. Он хлеб будет отбирать, что ли, в общественной палате? Владимир, меня здесь другое немножко настораживает. Но первое, что я сказал, и второй момент есть, довольно важный. У нас, по-моему, 17 или 18 министерств формируется. 17. В каждом министерстве будет общественный совет. В этот общественный совет будет входить 8-10 человек. Под сотню, да? Да. Где столько общественников набрали? Что 170. Вот вопрос. Ну и в общественной палате у себя обсуждали, что проблема-то серьезная. Нет людей, которые хотят работать. А там работать надо. Потому что особенно в новом формате сейчас общественные советы там реально надо будет работать. Не получится ли так, что и член общественной палаты, он сможет занимать в одном совете, быть в одном совете, в другом, в третьем, в четвертом. Я не исключаю, что это такое может быть вполне… Так эти должности… Эти должности-то, этот статус-то, он же общественный, он же неоплачиваемый. Где? Где? Нет, ну… Как человеку… Давайте так, это можно назвать издержками роста. Но вот это формируется еще, только начинается все. Может быть, вот так получится. Может, общественные советы будут не в полном комплекте, там будет по 3-4 человека. Просто хотелось бы, чтобы там активные люди были, которые реально будут что-то делать или работать там. Но на сегодняшний день вы не видите такого количества активных людей? Нет. Которые могли бы, собственно, наполнить все эти общественные советы. Скажу честно, нет. А может быть, они есть, но… Может, мы не знаем. Они в тени, не знаю. Но на самом деле, в тени-то очень много. Очень много активных людей, которые занимаются какой-то деятельностью, что-то делают, а другие просто… А может быть, открыть для них, настишь, двери? Заходите все, кто желает, а потом еще посмотрим. Так, наверное, так и будет. Как вы себя тут проявите? Так, так и будет. Так и получится. Так и получится. Ну, единственное, что губернатору хотелось бы, как бы, ну здесь, как моя точка зрения, что большую ставку, как бы, вот на этих общественников ставить пока не стоит. Потому что, скорее всего, пока притирка придет, кто подберется, как они будут активно работать, что они, какие материалы будут давать и так далее. То есть, есть вопросов много на самом деле. Ну, а, кстати, вы лично уже такое чувствуете в себе желание и силы потрудиться в этих всевозможных общественных советах, в том числе губернатой? Нет, это все индивидуально. Когда будут какие-то конкретные предложения, разговоры, тогда будем говорить. Я так, я, как-то, никто не рвусь и не ищу. Ну, вы в любом случае будете изучать. Если будет это для вас интересно, вы… Да, если будет интересно, я увижу, что я смогу реально там работать и что-то сделать, то я буду предлагать себя. Почему нет? Кстати, по поводу общественных советников губернатора не ясно, каково их количество. Да, количество. Ну, скорее всего, можно предположить, что примерно по темам разнесут, там, условно говоря, сельское хозяйство, там тоже не только гладкие, а социальное сфера. Социальное, производство, бизнес, экономика, там, скорее всего, вот так вот, когда будет, там, то есть порядка, наверное, 15-17 человек, наверное, может набрать. Давайте сейчас прервемся на небольшую рекламу. Я напомню, что это особое мнение Николая Пихтина, член общественной палаты Кировской области. Пару минут, и мы продолжим передачу. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Напротив меня Николай Пихтин, член общественной палаты Кировской области. Сегодня это его особое мнение. Хотел бы я затронуть парочку тем, связанных с деятельностью законодательного собрания Кировской области. Вот первая тема. В нашем региональном парламенте обсуждается сейчас возможность упразднения так называемого «двоевластия» в муниципальных образованиях нашего региона. Тема обсуждается давненько уже. Интересная схема сейчас предлагается и, как сообщают СМИ, эта схема предлагается главами районов. Глава района или города будет избираться конкурсной комиссией, состоящей наполовину из местных депутатов и наполовину из тех, кого назначат губернатор. Затем избранный возглавит и администрацию этого муниципального образования. Эта схема, однако, не будет распространяться на Киров, Кирово-Чепецкий, зато Первомайский. Закрытый, как известно, объект. Вот, пока паузу сделаем. Уже какие соображения по этому поводу? Понимаете, вот у нас в Конституции прописано разделение властей, исполнительное и законодательное. Когда у нас сейчас мэр города становится из числа депутатов, и он фактически определяет политику города, то это получается смешение властей, с моей точки зрения, что не есть правильно. То бишь, из депутатов, депутатов выбрали народ, да? Из депутатов они выбирают себе председателя, и они работают в законодательной своей нише. Вот они есть, все, они работают. А главу города, скорее всего, граждане должны сами избирать. Но как вариант, может быть, и, допустим, эти же депутаты могут избирать по предложению губернатора. Второе. Когда мэр города избирает из числа депутатов, то не факт, что среди депутатов есть люди, которые обладают управленческими и хозяйственными знаниями, и опытом вообще этой работы. То есть не факт, что там есть, и поэтому выберут, а бы кто. Но это тоже неправильно. Здесь все же должен быть управленец мощный, активный, инициативный и самостоятельный. Тогда будет эффект. А иначе, и плюс, говорю, получается смешение властей. — Там на низовых уровнях, что касается дальше инициативы, еще были интересны. Схема такая получается. В городских и сельских поселениях избранный на муниципальных выборах гражданин займет должность и главы поселения, и главы администрации поселения, и председателя вот этой самой местной. — И он же депутат еще. — Дум, да. Он же депутат. — Ну вот смешение властей. Чистая вода. — То есть местный такой барон. — Князь. — Князь. — То есть ничего рационального в этих предложениях вы не находите? — Я считаю, это неправильно сделано. — А если искать пути упразднения вот этого воевласти так называемого, то что это может быть? — Нет, я говорю, здесь довольно механистом он отработан, но старое время так и было. Есть депутаты, избираются депутаты, они из своего числа избирают председателя, которые не являются для поселения там или города мэром. А мэра избирает то ли народ, то ли эти же депутаты в конце концов. — Не есть ленточки. — Или даже, наверное, правильно даже у нас, допустим, в Кирове сделано это, что набирают его, берут его по контракту. Но это управленец, хозяйственник, который отвечает, и профессионал в этом деле. А не депутат, просто хороший парень. — Еще одно заявление следующего рода прозвучало в Заксобрании Кировской области. Депутаты Дмитрий Русских и Владислав Гукасов, которые, как известно, иной позицией всегда отличаются, оппозиционные предложили для экономии средств нашего регионального парламента оставить в нем только лишь три оплачиваемых должности. Это председатель УЗС и два его зама. В настоящий момент ситуация такая, что зарплаты получает председатель, спикер, трое его заместителей с недавних пор, и председатели комитетов, которые существуют в нашем парламенте. Ну, там не все, правда, получают зарплату председателю, ну, в частности, вот Валерий Николаевич, что это было, на неоплачиваемой должности, как председатель комитета по развитию промышленности и предпринимательства и так далее. Вот такая инициатива. — Нет, ну, во-первых, это внутреннее дело АЗС, так вот, пусть они сами решают, но здесь… — Но деньги-то бюджетные. — Но вот для меня интересно, а эта экономия-то куда пойдет? Или она у них внутри останется? Они их могут сэкономить, а на счет этого повысить заработные платы там у себя. Ну, я не знаю, куда это пойдет, деньги. Если же эта экономия бюджету реально будет, то пусть озвучат цифру, о чем речь-то идет. Ну, и что это реально будет, бюджет останется. — Насколько я знаю, там, зарплаты заместителей и председателя хорошие. — Хорошие, да, они сопоставимы с губернаторскими, да, с губернаторской зарплатой, они, собственно, отталкиваются от минимума. — Нет, я и говорю, здесь, ну, мы сами понимаем, что есть хитрые ходы, что вроде бы сократили деньги, но деньги-то остались в АЗС. И куда они их потом будут использовать, это уже вопрос. — Может быть, по этим, там, другим путем уже при формировании бюджета следующего года, да, урезать? — Урезать, да, и все, они сами пусть решают. — А пусть там они решают. — Сами разбираются, где мы подужмемся. — Конечно. — Вот это было правильное решение. — Еще одно событие, произошедшее на прошлой неделе, все мы за этим активно следили. Следили за тем, чем же кончится дело, если можно так выразиться. Действительно, для семьи оно никогда не кончится, да, я веду речь о семье месячного малыша, который погиб от упавшего снега, а льда с крыши, это было 13 февраля этого года на улице Широнинцев. Так вот, на прошлой неделе директор Алексей Уют, Владислав Сенцов, был приговорен к полутора годам тюрьмы общего режима. Прокурор просил между тем два с половиной года. — По-моему, это колония общего режима. — Да, как пояснил юрист, Яныч Батарев все-таки дело тяжкое, и поэтому колонии поселения нельзя было отделаться. Все-таки общий режим. Вот так. — Ну, здесь что, во-первых, жалко, конечно, малыша, который погиб благодаря нерасторопности и неотвратительной работе соответствующих служб. Решение суда здесь комментировать не стоит, потому что решение суда есть решение суда, какое бы оно ни было. Но одно, что, так скажем, довольно нормально получилось, о том, что Сенцов все же признал, что он виноват, он признал решение суда, и он, оказывается, еще до этого выплатил деньги на порядка полутора миллионов семье погибшей. То есть то, что у него осознание-то есть, это хороший симптом. — И денег есть, оказалось, полутора миллиона. — Да. — Думаю, далеко не каждый обладает такой суммой. — Согласен. — Согласен. — Еще немножко про криминалов. — Ну, это урок для других будет. — Будет осознание, действительно? — Ну, будем надеяться, нам остается только надеяться. — Ну, по крайней мере, правосудие, собственно, проторило дорогу. — Да. — Опыт получен. — Да. Прецедент создан, это дело есть. И надеюсь, что на следующую зиму, конечно, и городские власти будут более активно работать с управляющей компанией. — Еще немножко про криминал. Не знаю, можно ли так назвать. — Это всплеск у нас, всплеск выявления очередных незаконных подпольных горных заведений в городе Кирове. Ну, вот апрель еще не закончился, но у нас в этом месяце уже правоохранители накрыли, что называется, два подпольных казино на улице, производственной улице Заводской. Такие случаи являются регулярно. Ну, как известно, почти десять лет мы уже живем в режиме существования официальных четырех игорных зон в Российской Федерации. Но, несмотря на это, закон нарушается во всех крупных городах Российской Федерации. И, кстати, не только в нашем регулярно идут криминальные новости о том, что вот где-то зашли и увидели, что люди играют по-крупному, что называется. Вот, может быть, стоит пересмотреть в связи с этим все эти нормы, но у нас людям хочется играть. Мне кажется, обязательно пересматривать и дать право регионам, самим у себя на территории, определять какую-то игорную зону. И пусть они ее за свой счет оборудуют там и так далее, если бизнес скидываться или еще какие-то механизмы искать, чтобы минимизировать издержки бюджета. Ну, это дело делают, конечно. А так вот эти игорные зоны, которые по России, но они фактически не работают, и мы про них не слышим ничего, они не звучат. Алтайский край, Калининградская область. Ну, это не серьезно. Мне кажется, ничего страшного здесь нет, когда будет. И если это будет официально, значит, это под оком наблюдательных органов всех, там и так далее, все нормально будет. Налоги, опять-таки, дополучить. Источник поступления. Конечно. По неофициальным остаткам. По налогам, да, там можно оговаривать, может быть, в законе, что эти предприятия обязаны зарегистрироваться на территории, где они открыли, зоны, и, соответственно, налоги платить в местный бюджет. По неофициальным оценкам, у нас в стране сотни и то, и сотни тысяч граждан так и иначе задействовали в этом. Да много их, конечно. Да, просто кто-то попадается, кто-то нет, вот и все. Так же, как для меня было удивительно, во всем мире в покер играет, у нас запретили, ну, что-то ненормальное. Но, с другой стороны, это, конечно, личная трагедия многих семей, когда… Риск каждого гражданина, каждый должен ответственность себе это давать. Если кто-то захотел, то, ну, его право пойти поиграть, проиграться полночью. Так же, как вот кредиты в банке безумные берут где-то, микрофинансирование еще где-то. Ну, человек должен осознавать свой риск. У нас остается пара минут. Традиционно, в рамках особого мнения, с вами я задаю вопрос о дискуссионном клубе «Вечерний», один из организаторов которого вы являетесь. Последнее, если не изменяет мне память, заседание 31 марта состоялось. То есть, практически уже месяц. Что готовится? Значит, 30 апреля у нас будет заседание очередное, 18 часов там же в галерее «Прогресса». Тема будет звучать так «Городские праздники для народа или для галочки?» Будут у нас два спикера. Один спикер Дмитрий Шиляев, это, значит, галерия… Руководитель галерии. Да. И второй, это будет Георгий Барбинов. Георгий Барбинов. Георгий Барбинов, это, значит… Центр культуры и туризма. Центр культуры и туризма, да. Вот будем говорить, со стороны Шиляева будут предлагаться какие-то новые механизмы, новые методы работы по городским праздникам. Почему им такую тему избрали? Ну, потому что есть в среде, так скажем, работников, которые занимаются культурой, тогда есть недовольство теми праздниками, которые проходят, как они проходят. Их качеством, их наполнением или что? Комплексно здесь всё. И наполнение, и качество… И организация. И организация, да, комплексно. Городские праздники какие имеется в виду? Которые приурочены каким-то нашим местным датам? Или это… или федеральные, общероссийские… Любые. Новый год, День города, День России… Не, любые, включая даже какие-то ярмарки и так далее. Кстати, я по ярмаркам говорил, у нас объявляют в городе ярмарки, но на самом деле это не ярмарки, а чистая выездная торговля. На ярмарке любой человек должен иметь право поторговаться, а не если приезжать с фиксированной ценой. Потом на ярмарке должна быть культурная программа обязательно. По словам ярмарка, потому что от этого ничего нет. Поэтому чисто выездная торговля. Истекает время нашей программы. Ещё раз напомню, да, очередное заседание вечернего 30 апреля в 18.00. Галерея прогресса. Тема «Городские праздники». Для кого? Для чего? Вот так вот. Николай Петин, член общественной палаты Кировской области. Спасибо большое. До новых встреч. Вам спасибо. До свидания.